В Свердловском областном суде начался уголовный процесс по делу в убийстве 7-летнего Егора Каркунова из пневматической винтовки в Нижнем Тагиле. Родители погибшего мальчика заявили, что будут ходатайствовать за самым строгым, вплоть до пожизненного заключения наказания для обвиняемого в этом убийстве 35-летнего Александра Борисова. Адвокат же подсудимого сообщил, что будет настаивать на непричастности своего подзащитного к смерти ребенка. Эта трагедия произошла 4 августа 2019 года в коллективном саду номер 7 Нижне-Тагильского металлургического комбината в поселке Ольховка. В воскресный день семья Каркуновых находилась на своем садовом участке. Отец Егора чинил водопровод, мать готовила суп. Егор, как любой мальчик его возраста, хотел гулять и получил разрешение родителей прокатиться по саду на велосипеде. В тот же день 35-летний монтажник оконных конструкций, живущий в поселке Рудник имени Третьего интернационала Александр Борисов, после неудачной охоты в лесу, приехал в свой сад, где встретился с друзьями, с которыми пошел в киоск на автобусной остановке за пивом. Не добыв в лесу дичи, Борисов предложил друзьям пострелять по пустым пивным банкам. Мужчины и примкнувший к ним подросток расположились прямо на автобусной остановке, поставили мишени на скамью, перешли через дорогу и стали соревноваться в меткости. Их не смущало, что периодически на линии их огня появлялись дети, собаки, велосипедисты, проезжали машины. В какой-то момент рядом с этим местом оказался и Егор Каркунов. Увидев, что его друзья качаются на тарзанке, он занял очередь, но вдруг крикнул, мама схватился за голову и упал. Когда Анна Каркунова, которой соседи сообщили о случившемся, прибежала на место происшествия, там же находился и Борисов. Прибегаю, очень много народа, лежит ребенок весь в крови, в голове дырка. С нами сидит Борисов, ну я даже не знала, никто не сказал, что это он стрелял, что это... Ну просто думала, взрослый человек помогает ребенку. Борисов, давай меня успокаивать. Успокойся ты, не ори, не визжи, все нормально будет. Все будет хорошо, он жив, он дышит. На тот момент Анна еще не понимала, что этот мужчина имеет прямое отношение к случившемуся. К моменту, когда в сад приехала скорая полиция, Борисова на месте уже не было. Не было его и в садовом домике. Ему крикнули, что едет полиция. И все, и он побежал. Ну и потом кто-то из толпы уже крикнул. Это он стрелял. И то есть у меня муж уже с мужчинами побежали за ним вдогонку. Я как бы даже и не думал за кем-то гнаться, кого-то догонять. Мы когда нам сообщили, мы прибежали на место, там такое состояние было. Я даже не понимал, что происходит. И как бы очень тяжело было. Да, был такой момент, когда уже крикнули вот этот стрелок, когда он уже побежал, был далеко. Я побежал со мной еще. Мужчины побежали, конечно. Ну догнать мы его не догнали. Он лесом скрылся и как бы так мы его и не поймали в общем. Одно из двух своих пневматических ружей Александр для чего-то перекинул через забор к соседу. Но это было не то ружье, выстрел с которого ранил Егора, а допотопный ИШ-38С. Искомую винтовку турецкий Хадсон Кватра Триггер Борисов припрятал и выдал полицейским позже, когда его нашли. Винтовка была кустарно переделана и усилена, отчего имела гораздо большую, нежели заводская, бойную силу. Как потом отразится в материалах следствия от 7,5 до 25 джоулей. Раненого ребенка сначала поместили в первую городскую больницу Нижнего Тагила, а позже вертолетом санавиации перевезли в Екатеринбургскую девятку. За пять месяцев, что Егор оставался в больнице, он пережил около десяти операций на мозге, но из комы так и не вышел. 12 января этого года. Спустя несколько дней после своего восьмилетия юный тагильчанин скончался. Злосчастную пулю от духовой винтовки судмедэкспертам удалось извлечь из его головы только после смерти ребенка. У нас с мужем была 12 января годовщина свадьбы. Мы никогда ее не отмечали, вообще никогда, потому что у нас 2 января, у ребенка всегда было день рождения, и мы никогда не отмечали, потому что готовились к ребенку день рождения. Ну и тут муж решил меня поздравить. Мы только с мужем присели, и нам вот этот вот в 17.35 по времени вот этот страшный звонок поступил мне из больницы и сказали, что мой ребенок умер. Смотреть больно на фотографии, я пытаюсь их вообще сейчас не доставать, потому что тяжело очень, еще когда маленький ребенок на руках, так очень тяжело, но у меня еще вылитая ООН конкретная, даже смотреть не могу, мне даже смотреть больно. Пока Егор был жив, Борисов оставался на свободе под подпиской о невыезде, но сообщение о смерти юного тагильчанина попало, как тогда заявлялось на глаза, главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, и тот распорядился передать расследование это дело из Нижнего Тагила в 4-е главное следственное управление СКР с дислокацией в Екатеринбурге, переквалифицировать с причинением тяжкого вреда здоровью по неосторожности на умышленное убийство из хулиганских побуждений и взять Борисова под стражу. Именно это преступление сегодня и вменяется Борисову в суде, несмотря на то, что экспертиза доказала, что мальчик был убит не Александром. Мальчик умер от выстрела своего двоюродного брата, а не от выстрела Борисова. То есть это как? А там у него что, полосмассовая пулька оказалась в голове от игрушечного пистолета? Нет, из этого ружья стреляли три человека, и экспертиза бесспорно доказала, что пуля, которая попала потерпевшего, выпущена именно несовершеннолетним. Родители погибшего Егора подтвердили, что в курсе выводов ситуационной экспертизы, но не доверяют этим выводам. Двоюродный брат моего сына, да. Вы двоюродный? Да, да. Да, мой племянник. Да. Вам что-то известно об этой пересечке? Нам известно, но мы этого не верим. Нам следствие донесло, но мы как бы не верим. Мы не верим этому. Да, то есть там, как нам кажется, что удобнее так было всем. То есть и следственную, и для подсудимого не такой больший срок. И нас то успокоит, чтобы лишний раз не дергать, и ребенку этого ничего не будет. Ну, то есть как-то вот так вот всем сделать, чтобы всем было хорошо. Попросил бы ему, да? Такой же позиции придерживается и государственное обвинение. Вменяя Борисову умышленное убийство несовершеннолетнего, прокурор фактически обвиняет Александра в организации этого убийства. Зная, что стрельба в таком месте опасна для жизни людей, зная убойную силу модернизированной им пневматической винтовки, а также осознавая, что подросток, которым он зарядил и дал в руки винтовку, имеет отставание в психическом развитии и не способен полностью отдавать отчет в совершенных им поступках, подсудимый фактически и совершил тот роковой выстрел чужими руками. Наверное, это справедливое утверждение, но не уверены, что юридически бесспорное. Халатность, да, хулиганство, наверное, но организация умышленного убийства... Я считаю, что в данном случае налицо объективное уменение и нет причинно-следственной связи непосредственно между действиями Борисова и наступившими последствиями в виде смерти мальчика. Я считаю, что в деле следствие изложило доказательства тенденциозно, в том числе где-то и недостоверно. Сегодняшнее начало суда было непродолжительным. Прокурор зачитал обвинительные заключения и ходатайствовало о продлении ареста подсудимому почему-то еще на полгода. Сам Борисов просил отпустить его на подписку, мотивируя тем, что, оставаясь полгода на свободе, он не предпринял попыток сбежать или оказывать давление на потерпевших свидетелей или следствия, добровольно перевел 30 тысяч рублей родственникам Егора, когда тот еще нуждался в лечении и вообще сам имеет малолетнего ребенка, но суд удовлетворил ходатайство обвинения, оставив Александра под стражей еще на полгода. Следующее заседание суда назначено на 5 ноября.